Пять дней войны и десять лет мира. На этой неделе годовщина атаки грузинских войск на Цхинвал. В ночь на 8 августа 2008 года на спящий город обрушился шквал ракет и снарядов. Безопасных мест не было. Безопасных мест не было. Люди гибли в своих домах, на улицах, в больницах. Один из первых ударов пришелся на расположение российских миротворцев. Голбоёк что ли, эй! Кошина! Слышь, кошина! О, боже, боже, я говорю! Он только передоначел, и сразу аминь, в утро, и в утро. Дай бог! Не треверь! Пошли! Что? Откуда я надрюгаю? Визуально надрюгайте! Не вовлажьте! Вы скидкотинись, блять! Не вылазьте, нахуй! Откуда и просто! Во-воуу! Я пускаю прямо тебя! Помничайте, не стреляйте! Давай, давай! Не стреляйте! Радик, давай! Вот, вот, посмотрите! Вот, наша боевичка! Москвичка! Где твой автомат? Покажи! В операционной! Смирно! 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 Доктор Чео из-за густения! Великолепно! Ей сейчас чуть-чуть обзор! Смирно! Поголю, брат! Смирно! 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 Не надо, может вы лучше сами? А, вас? Не-не! Сами, туда вот зайдите! На память! Да, уже идет! Да, я понял! Дай, дай, дай! О! О! Нормально! Давай еще, брат! Давай-давай! Почему стреляют? По зданию! Голя! На память! Голь! Через 10 лет на территории нашей военной базы прошли траурные мероприятия. Всех вспомнили поименно. 72 миротворца погибли, защищая людей. Цветы и свечи у официальных памятников и народных мемориалов в центре Цхинвала и на горных дорогах везде, где пролилась кровь мирных жителей и российских солдат. О подвиге, трагедии и рождении независимого государства. Репортаж Антона Верниского. Сегодня, через 10 лет после той войны, в Цхинвале обязательно показывают гостям для сравнения, что было здесь 8 августа 2008-го и как все изменилось сейчас. Вот и старейший хирург Южной Осетии Николай Георгиевич Загоев. В сентябре ему будет 85. Первым делом ведет нас в подвал городской больницы, где 10 лет назад, вот он на кадрах того времени, врачи спасались от обстрелов и оперировали раненых. Лидокаин. Лидокаин. А ты представляешь, здесь раненого нельзя было провести. Сейчас больница отстроена практически заново. Новенькие операционные, современная аппаратура. А тогда грузинская артиллерия, атаковавшая город в ночь на 8 августа 2008-го, била по зданию прямой наводкой. Огонь. Ну, это нам. Ты подумал, что вторая батарея летает. Включаем, включаем, включаем. Огонь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сакашили заявили, что мы прекращаем войну Днешняя у нас дружба с осетинами И после этого через час уже начали обстреливать город Что мы сделали? Мы сделали простыни, красный крест и вывесили там Думали, что не знают, что это больница И как только вывесили, еще больше стали стрелять И сразу же сняли вот этот самый знак Михаил Саакашвили, тогдашний президент Грузии действительно незадолго до нападения заявил о полном прекращении огня Ведь столкновения вдоль грузии на юго-осетинской границе продолжались до этого уже не один год Необходимо начать диалог в любом формате Пусть это будет двусторонний, многосторонний, либо уже имеющийся формат для того, чтобы договориться с осетинской стороной Но дальше была война После многочасового обстрела реактивными установками ГРАД грузинские войска начали штурмовать схемвал Один из первых ударов пришелся по базе российских миротворцев Раскрутированных здесь еще с 92-го, когда после развала СССР первый президент Грузии Звядгом Сахурдия заявил, что цитата Осетинский народ мусор, который надо вымести через Рокский тоннель Начались этнические чистки Братские народы, жившие в одной стране, втянулись в затяжной военный конфликт А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Конфликт этот лел все эти годы и многократно усилился с приходом к власти Михаила Саакашвили Военные расходы Грузии тогда увеличились в десятки раз В стране появились американские инструкторы При этом российские миротворцы, чья база подверглась массированному удару Вот что осталось от казармы после тех боев Находились на территории Южной Осетии по соглашению, подписанному с грузинской стороной В первые же минуты вероломного нападения погибли несколько наших солдат Именно после этого для защиты военнослужащих России и наших граждан А российские паспорта были у многих осетин И было принято решение, вошедшее в историю как операция по принуждению Грузии к миру То, что Россия придет на защиту, здесь никто не сомневался Все себя держали в руках, никто не паниковал, никто не истерил А вы были ранены? Да, в обед уже я был ранен Сказали, что патрон 7,62 и 7,5 сантиметра где-то вот здесь Но оно вроде прижилось Раньше на погоду как-то влияло, раньше как-то вот То чешется, то там А сейчас, то я и забыл про него Вот вы напомнили Десять лет прошел, да? Директор единственной в городе хлебопекарни, которую он гордо называет комбинатом Показывая нам следы от мин, говорит, что пошел тогда в августе 2008-го на военную хитрость Заявив, что пекарня больше не работает Только после этого грузинская артиллерия стала не так интенсивно стрелять по ней Выпекать хлеб и развозить его по городу не переставали даже под огнем А? Че вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Что по садикам стреляли? Че по женщинам, старикам, детям стреляли? Че это? Причем Грузия начала отстреливать схинвал в день открытия Олимпийских игр в Китае Во время которых, по идее, должны прекращаться все военные действия Но реактивные снаряды разрывались на улицах города в момент праздничного фейерверка в Пекине Вот так Владимир Путин потом рассказывал журналистам СНН о том, как в Китае узнали о начале войны В это время мы пытались связаться с грузинским руководством А? Че вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Все отказались от контактов с нами В 5 часов 20 минут танковые колонны грузинских войск начали атаковать схинвал в Китае Я имел возможность на короткие переговорить с президентом Соединенных Штатов Я ему прямо сказал о том, что нам не удается связаться с грузинским руководством Но один из руководителей вооруженных сил Грузии объявил о том, что они начали войну с Южной Осетией Джош ответил мне, что войны никто не хочет Мы надеялись, что администрация США вмешается в этот конфликт И остановит агрессивные действия грузинского руководства Ничего подобного не произошло Сразу же Путин улетит из Пекина, а позже в госпитале встретится и с ранеными мирными жителями И нашими миротворцами, первыми попавшими под обстрел грузинской артиллерии И нашими ранеными летчиками Тогда России, которая ввела в Южную Осетию войска для защиты своих Удалось погасить этот военный конфликт Кадры испуганного Саакашвили, прячущегося лишь от звука самолета В те дни облетели весь мир Как и кадры его же, ошеломленного, жующего свой галстук В ходе пятидневной войны погибли десятки мирных граждан Решительность России, по словам Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента Предотвратила большие жертвы Цель была в том, чтобы выбросить грузинские войска из Сахинвала Навести порядок И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия То есть военных действий В конечном счете это дало нам возможность успокоить ситуацию Не только в Грузии, в Осетии и в Абхазии Но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским Союзом и с другими странами А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! В конечном счете мы достаточно быстро смогли договориться А результатом работы комиссии Хайди Тальевини Была констатация того, что агрессию начала Грузия И этого уже из истории не вычеркнуть На то, чтобы выяснить очевидное Войну начала Грузия У комиссии по расследованию причин конфликта в Южной Осетии Во главе со швейцаркой Тальевини ушло почти 10 месяцев Все это время западная пресса обвиняла в агрессии Россию Вот показательные заголовки и кадры того времени Газета Таймс Грузия призывает к прекращению огня после вторжения России Но самым показательным стал эфир телеканала Sky News Удары грузинских реактивных установок Град под Схинвалу Там упорно выдавали за якобы российские обстрелы грузинских сел Ну это нам Ты подумал, что вторая батарея летает Включай, включай, включай Огонь А виды разрушенного Цхинвала Кадры, которые, кстати, снял российский оператор Американская СНН выдала за виды разрушенного грузинского города Горе Теперь все это история, про которую на Западе предпочитают помалкивать Что же касается Цхинвала То за 10 лет, прошедшие с той войны, в Южной Осетии многое изменилось Город постепенно отстраивается Мы не можем не гордиться, допустим, тем же театром Которого у нас не было долгие годы Мы не можем не гордиться университетом, вновь построенным Мы гордимся Любым маленьким достижением Теми же дорогами, которые отремонтированы Теми же детскими садиками, теми же школами В августе 2008-го, после завершения операции по принуждению Грузии к миру Продолжавшиеся пять дней, Россия признала независимость Южной Осетии Сейчас здесь спокойно Тем не менее, до сих пор стороны этого конфликта Грузия, Южная Осетия и Абхазия так и не подписали соглашение о взаимном неприменении силы Мир в этих краях держится благодаря присутствию наших военных 10 лет назад, остановивших авантюру Саакашвили Антон Верницкий, Михаил Симаков, Кирилл Зеливянский Первый канал, Схенвал, Южная Осетия Схенвал, Южная Осетия Схенвал, Южная Осетия Схенвал, Южная Осетия Ай! Ай! Ай!